Товары без маркировки, с истёкшим сроком годности и нарушением условий хранения. Результаты мониторинга торговых точек города специалистов санитарных служб не обнадёживают. Нарушения выявлены в 98% проверенных объектов. Напитки, шоколад, йогурт и фрукты под особым контролем скоропортящейся продукции. При неправильном хранении, особенно в жару, эти товары зачастую становятся причиной острых кишечных заболеваний и пищевых отравлений. Работники санэпидемстанции с тревогой отмечают рост грубых нарушений санитарно-эпидемиологических требований. За этот год было изъято больше тонны недоброкачественной продукции. Самое частое нарушение – продукция без маркировки. Продукции недоброкачественной – это много. Поэтому мне хотелось бы предупредить наших покупателей. Сойдя в магазин, обратите внимание, пожалуйста, на продукцию, где она хранится. Вся скоропортящаяся продукция хранится в условиях холода. Поэтому, если есть термометр, можете посмотреть, какие температурные условия хранения. Во-вторых, посмотрите, пожалуйста, как она хранится – сырой продукцией вместе или раздельно. В-третьих, хочу вам напомнить о том, что посмотрите сроки годности пищевой продукции. Это очень важно. Но еще хочу напомнить о том, что в наших предприятиях торговли часто реализуется недоброкачественная продукция – это овощи и фрукты. Это все видно. Поэтому не покупайте недоброкачественные овощи и фрукты. По выявленным нарушениям сотрудники санэпидемстанции уже подготовили 98 предписаний об изъятии продукции, не отвечающие предъявленным требованиям. И больше 100 рекомендаций по устранению нарушений. С начала года было составлено три протокола на юридических лиц за продажу продукции с истекшим сроком угодности. Штраф составил 10 базовых величин. Доверяй, но проверяй. Рабочим будням сотрудников санитарной службы всем известный девиз «Подходит как нельзя кстати». Чтобы исключить массовые пищевые отравления, специалисты каждый день тщательно исследуют предлагаемый покупателям ассортимент. На контроле – магазины, общепиты и рынки. Из 360 торговых точек проверено уже почти половина. Такие визиты будут проходить в течение всего года. Уделяют ли должное внимание сроку годности товаров солигарчане, мы узнали в нашем опросе. Смотрим на сроки годности. Да, это желательно. Чтобы знать, что они свежие. Нет, не смотрю. Я доверяю почему-то. Нет, я не смотрю, я как бабушка. Здоровье дороже. Не всегда. Да, смотрю. В магазинах есть и просроченные продукты. Можно смотреть, да? Да, конечно, обязательно нужно смотреть. Я и детям говорю, чтобы смотрели. Срок годности обязательно. Состав продукта. Чтобы тоже заботились о своем здоровье. Продолжение следует.